Всем привет, с вами Андрей Чент, и вы на моём лайв-канале, и это новый, американский, самый свежий сезон. И он сейчас будет у нас на экране не то, что там было снято 10 лет назад и так далее, а прям свежачок. Поэтому, если вы любите беременную в 16, я буду благодарен за лайк, проверьте, что вы подписаны были именно на этот канал. Скоро как бы выйдет ещё новый сезон на основном канале, но вот американский сезон на этом канале, и я надеюсь, вы этому рады. Ну что, у меня для вас очень много выпусков, и мы начинаем с первого выпуска, а будет ещё больше десяти. Вы рады? Надеюсь, что да, мы начинаем. Ну, поехали. Меня зовут Мэдисон, мне 16. Я живу в Хибер-Спрингс, городке в Арканзасе. Ай, качество какое прям. Я очень резкая, и мне за это достается. Все знают, что я стервозная. Не знаю, что ещё сказать. Моего парня зовут Кристиан, ему 18. Когда мы познакомились, я была чирлидером, а он футболистом. И мы запали друг на друга, и с тех пор мы вместе. У нас бывают ссоры, иногда он меня просто бесит. Хорош, хватит. С мамой я не общаюсь. Её лишили родительских прав, когда мне было пять, из-за проблем с наркотиками. И я не видела её с 12 лет. Мой папа стрижёт газон. Я так себе представляю, когда говорят, мой папа стрижёт газон. Ну, типа, люди в основном так и стригут, знаете. Вот так, вот прям, просто. Мой папа стрижёт газон. Меня воспитывал папа. Он водитель грузовика. Он грозный на вид, но добрее человека я не встречала. Я не котец Мэдисон. Я воспитал дочь, похожей на меня. Я бываю вредным, и она тоже бывает вредной. Весёлый. У меня большая семья. Мы живём в двух домах на большом участке земли за городом. Денег мало, и пространство тоже. Но я надеюсь, что найдётся место ещё. Я думаю, как раз пространство у вас там, как мне показали. Стройся хоть куда. Тут уже вопрос в том, что денег, возможно, маловато. А там ни хрена себе у вас участок. На одного, потому что я беременна. Ты готова? У меня не получится. Три-четыре недели сразу. То есть весь будет после, наверное, да? После родов. Здесь я живу. Имеется пруд, в котором нет ни воды, ни рыбы. Несколько лет назад, когда моя мама испарилась, наш дом сгорел, и лучший друг папы Дэвид взял нас к себе. Мы живём с Дэвидом и его женой. Их дети живут во втором доме, а мы с папой живём в первом, с родителями Дэвида. Они более консервативны, чем мы, но отношения у нас нормальные. Мой папа всегда старался, чтобы у меня было всё, что нужно. Я бы не променяла его ни на что на свете. Очень сложно быть отцом-одиночкой, тем более девочкой. У папы такой типа современный. Испытываешь какую-то неловкость. Видишь, что парни хотят встречаться с моей девочкой, но ведь всем им нужно только одно. Я знаю, каковы парни в этом возрасте. Иногда довольно трудно объяснить это, чтобы всё прекратить. На этот раз я сплоховал, и вот, пожалуйста. В школе говорят, как только родится ребёнок, Кристиан просто свалит. Ну и что? Для меня, для тебя самое важное – то, что ты счастлива. Счастлива, и всё тут. Хотя я такая юная. Как ты относишься к тому, что я стану матерью? Я думаю, у тебя всё получится. Папа молодец, поддерживает. Делай это по-своему. Как это делал я, или лучше. Вряд ли я делал достаточно, но... У тебя отлично получалось. Ты классная. Лучше, чем он. Несмотря на то, что я забеременела? Да. Ты можешь прийти ко мне и поговорить о чём угодно. Ты не захотела сказать мне, когда узнала, что беременна. Да, я не разговаривал с тобой два дня, потому что был очень расстроен. Я знал, что если заговорю с тобой об аборте, ты не пойдёшь на это. Ты знаешь, как я к этому отношусь. То есть ты сделала этого ребёнка? Ребёнок не виноват, что ты забеременела. Я рассуждаю иначе. То есть у тебя было много занятий. Ты была чирлидером. Ты ещё совсем юна. И аборт – это, в общем-то, выход. Я не могу заставить тебя сделать это. Так же, как я не смог заставить тебя сделать имплантат. Ты захотела принимать таблетки. Я бы не смог заставить тебя принимать их, если бы ты не захотела. В общем, я и Кристиан сделали это. Так что... Рожать тебе. Именно. Ну, папа такой, открытый вроде. Ну, наверное, сексуальным воспитанием дочери так себя занимался. Ну, ничего страшного. Уже имеем то, что имеем. Как бы без матери воспитывают. Хибери склонны скорее осуждать. Когда в школе узнали, что я беременна, мне просто сказали, поезжай в Кроссроудс. Это школа для малолетних преступников. То, что я забеременела, не означает, что я преступница. Я просто сказала... Понятно. ...и забрала свой аттестат. Когда ты узнала, что у тебя будет девочка, о чем ты... ...подумала? Я уже знала. Знала? Да. Я хотела мальчика, но потом сказала себе, хочу девочку. Еще с детства я собиралась стать... ...адвокатом. Я как бы хотела вообще мальчика, но вы знаете, когда я узнала девочку, и даже лучше. Мне так всегда нравится, когда, типа, хотим одного, но когда другой... А вы знаете, это уже и не важно. Никто не говорит такой. Я хотела мальчика, у меня девочка... Не, наверное, откажусь, как рожу. Я отказываюсь от ребенка. Почему? Ну, я хотела мальчика, а тут девочка. Ну, в теории... Наверное, когда-то в мире такое было. В теории. На практике еще ни разу такого я не слышал. Ну, вот что получилось. Когда родится ребенок? 19 марта. Уже скоро. Да, мам. Спасибо. Пожалуйста. Кофе. И что было в здравотделе? Женщина, которую я увидела в здравотделе, как бы помогла мне, но в конце концов сказала кому-то, что я ходила в школу... Ходила беременной? Да. О, Боже. Никому нельзя доверять, даже своим врачам. Это запрещено? Теперь я не могу пойти по годам. А я одного не пол. Типа, у них запрещено в Америке ходить в школу беременной? Все глазеют. И что ты испытываешь... Типа нарушения? Когда роды все ближе. Я в напряжении, потому что у нас нет своего жилья. Сейчас он живет со своим братом. Такая ситуация не для новорожденного. Почему Кристиан не может жить с тобой и твоим отцом? Потому что отец Дэвид... А она, наверное, думала, чтобы он в 18 лет, понимаете, уже был успешным миллионером-филантропом, у которого уже есть свой дом, своя магнитная. В Америке машину даже иметь намного легче, чем у нас. То есть она как-то и дешевле у них стоит. Зарплаты другие, стоимость машины та же. И как бы купить для них машину, это как для многих купить телефон. Ну, проще говоря. То есть телефоны же у всех есть, надеюсь. Вот и машину у них, типа, это так. Даже самую простенькую можно взять. У нас, типа, уже нужно чуть-чуть постараться прям. А может даже и не чуть-чуть, смотря какую машину брать. Да, человек старых взглядов, и он не хочет... Ну да, вы не женаты, вы не можете жить вместе. Именно. Отец все время работает, но денег не хватает. Рожданский брак? Как раз, когда дела пошли на лад, у отца хорошая работа, мы начали копить деньги, я забеременела, но не смогла получить бесплатную медстраховку. В больнице сказали, что если мы не заплатим 5 или 6 тысяч долларов до рождения ребенка, тогда я не смогу рожать. Тяжело. Разве какие правила в Америке? Заплати 5 или 6 тысяч долларов, либо не рожай, а что потом? Типа, всю жизнь должен банку или кому-то? Не, ну я знал, что в страховке там как бы не дешевая штука, но 5-6 тысяч долларов? Ну прям такая сумма. Да, это ужасно. То есть я могу прийти туда, и мне скажут, вы не заплатили, вам нельзя рожать. И что мне делать? То есть ты боишься? Да, я боюсь, что мне придется рожать в машине, или дома, или еще где-то. Ну, там так. Не, ну я знаю, что медицинская страховка там обязательно, ну и получаем, собственно, и хороший уровень. Он на дороге, ремонтирует столбы связей. Но я рада, что у него есть несколько выходных, и он, наконец, со мной дома. В клуб пошли какой-то. А, больно. Это произошло в середине лета, когда Кристиану исполнилось 18, а мне 16. Спасибо. И мы решили отметить. Мы прекрасно проводили время. Ездили на Сэнди-Бич. Было очень весело. Я получила медаль All-American. И неожиданно выяснилось, что я беременна. Это все извиняло. Я первый. Когда я учился в школе, я жил вместе с мамой. Когда Мэдисон забеременела, и мама узнала об этом, она выгнала меня, и я переехал к старшему брату. Он предложил мне работать вместе с ним. Я хотел учиться в колледже, играть в футбол. Я бы получал стипендию. Он поправился. Я был немного расстроен, что лишаюсь всего этого. Но случилась более важная вещь. А мне вот интересно, это она в боулинг играет на 7 или 8 месяце беременности? Я правильно посчитал, да? Мне кажется, я готов к ее рождению. Я тоже готова. Я готов. Я тоже. Что думаешь о доме и обо всем? Я хочу, чтобы у нас было свое жилье. Мои считают, что мы слишком молоды для всего этого. Да, для Секаса они не молоды. А по-моему, это просто глупо. Даже если бы нам было по 25, все равно это было бы тяжело. Да. Когда я жила с мамой, я заботилась о ее детях. Я научилась делать смесь для малышей. А мне было только 5. Поэтому я быстро повзрослела. Не думаю, что кто-то в моей семье считает, что мы не справимся. Потому что мой папа всегда готов помочь. Он всегда будет знать, если что-то не так. Особенно со мной. Мой папа всегда был лучшим другом. Я хочу, чтобы так было и с моей дочерью. У тебя бесподобный отец. Таких просто не бывает. Да, он особенный отец. Невероятно заботливый. Это... Как для отца одиночки. Бескорыстная любовь. И на меньшее я не согласна. Я не хочу сказать, что ты будешь хуже. Просто на меньшее я не согласна. Ты что-то не то говоришь. Ты всегда так на это реагируешь. Потому что ты говоришь это так, как будто хочешь мной командовать. Давай играть. Мне надоела эта болтовня. Да, мне тоже. Вот и поговорили. С тех пор, как я забеременела, весь мир изменился. Я бросила школу и теперь имею дело с врачебными счетами, которые мне не по карману. Кристиан вернулся на дорогу. Наши отношения ухудшились с тех пор, как я сравнила его с моим отцом. Теперь мы узнали, что Кристиана выселили из квартиры за неуплату. Да, он многим пожертвовал ради ребенка, но я хочу, чтобы он был более ответственным. Здесь никого. Понятно. Алло. Мы перевезли сюда твои вещи. Хорошо, спасибо. Люблю тебя. И я тебя. Работа на дороге отрицательно сказывается на моей личной жизни. Боже. Я рад, что семья Мэдисон разрешает мне пожить у них немного, пока мы не разберемся, как жить дальше. Типа он там жил, и все, и съехал откуда. Он сказал тебе, как он относится к тому, что у него будет ребенок? Ничего определенного. Я сказала ему, что если он будет хотя бы наполовину, как мой отец, меня это вполне устроит. Спасибо, это очень мило. Знаешь, с одной стороны, мне всегда хотелось стать мамой, но в то же время это меня пугает, потому что... Знаете, это редкость, когда так смотришь, и вот дочка... Знаете, у всех многих девочек либо вообще отца нету, либо папу как-то так. У многих, не у всех. А здесь такой папа-одиночка, и девочка гордится отцом, и хочет, чтобы он как минимум был отцом, ее парень был как минимум как отец. Ну, такое прям... Мне, если бы в том, как папе, в будущем была бы, если дочь, ну, то приятно, конечно, слышать. Хотя, представляю, как это будет приятно ее, бойфренду. У меня не было матери, и я побаиваюсь, что не смогу все делать правильно. Все будет хорошо. Я не позволю тебе отладнивать. Все очень непросто, потому что мне 16, и я беременна. Я больше не могу ходить в школу. Я сразу перестала быть подростком. Мы с Дэвидом дружим с 90-х. Семь лет назад мой дом сгорел. Мы с Мэдисон переехали к Дэвиду. Некоторые члены семьи более религиозны, чем я, но мы считаем друг друга родной. Но они восприняли, это вообще дорогого стоит. Скоро будешь дедом. Как ты к этому относишься? Когда я узнал, что Мэдисон беременна, я расстроился и рассердился. Но все равно я останусь для нее отцом. Возможно, я полюблю ее ребенка. Конечно, полюбишь. Ребят ждет тяжелое время, это растянется надолго. Кристиан живет теперь вместе со мной. Я не против, но им будет нелегко воспитывать ребенка, потому что ты знаешь отношение моего отца к браку и все такое. Не важно, беременна она или нет, но он не позволит им оставаться в одной комнате. Я прекрасно понимаю все это и уважаю его, поэтому мы делаем то, что делаем. Именно. По-моему, автоприцеп – наилучший выход. Можно построить маленький дом или превратить в него один из этих домиков. Автоприцеп? Все это верно, но как подумаешь, сколько денежек придется выложить, черт возьми, голова идет кругом. Это понятно, но... Типа жить в фургоне. Я готов тебе помочь. Но американцы вообще на самом деле не такие, привыкшие. Финансово, физически, психологически. У них очень популярны эти автоприцепы. Я родной человек. Автодома, автоприцепы. Я могу пойти в банк и попробовать взять кредит до рождения ребенка. Надо что-то делать. Ну да. Ребенок вот-вот родится. Нам негде жить, и я постоянно думаю о деньгах. Кристиан работает, пытается что-то откладывать, но я не знаю, как мы выпутаемся. Вопрос. Сколько еще нам нужно заплатить по врачебным счетам? Они хотят, чтобы им все заплатили до того, как родится ребенок. Что они могут сделать? Вот мы хотим воткнуть в тебя пробку? Вот это уже интересно. Мы должны им какие-то деньги. Я что-нибудь придумаю. Знаешь, мама что-то мне пишет. Сколько прошло? Два-три года? Да. Я знаю, ты не хочешь, чтобы я с ней общалась. Просто я хочу, чтобы у ребенка была бабушка. Но при этом мне не хочется рисковать, приобщая ее к жизни ребенка. Может получиться, как было со мной. У нее свои привычки, Мэдисон. Тебе было пять, пять с половиной, когда я получил опекунство. Через месяц, два-три, она появится здесь, навестит вас, а потом вернется туда, где... И больше не придет. Не придет или позвонит и придумает какой-нибудь предлог. Помню, я сидела и оплакала всю ночь, потому что она не появлялась. Или появлялась в таком виде, что... То есть у меня так скверно на душе, потому что... Потому что она твоя мать, поэтому... Она не нужна тебе. Мне нужен ты. Нет, я не нужен тебе. Когда меня не станет, ты будешь жить дальше. Я так воспитал тебя. Не позволяй никому думать, что он тебе нужен. Как мотивационная речь. И Кристиану тоже. Прям так за душу тронула. После разговора с папой я поняла, что мне нужно быть осторожнее в общении с мамой. Но она продолжает писать мне. А мама, наверное, на наркоте до сих пор сидит, да, так понимаю? Когда появится ребенок, у нас должно быть свое место. А, дома смотрят. До сих пор, как Кристиан вернулся в город, мы ищем то, что можно превратить в крошечный дом. Хотя отец Дэвида не разрешит нам жить вместе под одной крышей. Он не против того, чтобы у нас был свой домик на их земле. Этот слишком маленький. Да, слишком маленький. Причем, заметьте, типа, у них такие, знаете, они недорогие дома. То есть СИП-панель, ОСБ-плита, дерево, дерево. То есть он легкий. Не знаю, насколько он, конечно, долговечный. Ну, вот такой он, простенький, простенький, но... Добавить ванную, тогда мало места. Тесновато. У нас будет кроватка. Вот минвата обшитая. И для кухни места нет. Кнал. Да. Мне нужен холодильник, чтобы не ходить к вам каждый раз. Надо взглянуть на другие. Такие, типа, перевозные дома, я так понимаю. Этот 4 на 7. Здесь вполне может быть кухня. Через неделю он будет там, где нужно? Конечно. Что скажешь? Этот мне нравится. А сколько стоит? А тебе? Меня устраивает. Тогда решено. Да, пусть так. Думаю, это тоже нужно. Хочу все сфотографировать. А, они, наверное, хотят жить на том же участке. А вот ценник. А, 9700 долларов. Прикольно. Ну, типа, еще с учетом того, что у них... Только за страховку нужно, да, отдать 5000 долларов. То есть дом за 9700. Только интересно, 9700. Вот это вот все, что уже мы видим. То есть, а дальше еще внутри нужно обустроить. То есть, я не за мебель, говорю, вообще обшивка какая-то и так далее. То есть, они его, так понимаю, поставят на участок, где они живут. Будет два дома. И чтобы эти жили отдельно, то есть, в своей какой-то холобудке, Будет стоять такой домик. Который стоит, типа, 3700. А можно брать, я так понимаю, и даже рент-депозит в аренду. Или 250 долларов. Или этот бронь 250. А, это, наверное, можно брать в этот. В долг. А, помесячный платеж. Там, по 400 баксов и так далее. Либо там сразу заплатить кэшем почти за десятку. Да, дел много. Что ж, потрудимся. Ну, вот и все. Рад был познакомиться. Я тоже. Удачи. Спасибо. Спасибо вам. Это сейчас дом, наверное, привезли, да? Я рада, что у меня будет дом. И очень благодарна папе и Дэвиду за поддержку. Дом за 10 тысяч долларов. Добально. Надеюсь, мы сможем себе это позволить, помимо дополнительных расходов на ребенок. Ну, внутри обустроить это все дело. Вы сами внесете плату за домик? Или твой отец? В общем, мы решили так. Папа и Кристиан заплатят пополам. Кристиан поищет новую работу, потому что та команда уезжает на 5-7 недель в Пенсильванию. Кристиан не может поехать, так как ребенок родится через 5 недель. Хорошо, если бы он нашел работу в городе. Да, чтобы он каждый вечер был дома. Да. Может, сделать макароны сыром? Твоя девочка голодна. Хочешь? Хорошо. Хочу есть. Что ж, пока ты не работаешь, поможешь мне с домиком, когда его сюда доставят. Сделаем это до того, как у нее начнутся схватки. Как настроение? Не очень, да? Вообще-то я не хотел девочку, потому что не очень разбираюсь в девочках. А ты, бля, хабуха, так разбираешься в мальчиках, бля, в господи. Я сейчас... Боже мой. Сейчас я стараюсь постепенно привыкнуть к мысли. Ты стараешься ощутить в себе отцовское чувство? Да. Мне пришлось пережить всякие скверные вещи. Мой отец попал в тюрьму, я его почти не видел. А мама... Я не был для нее на первом месте. Поэтому я ощущал себя ненужным. Наверное, эта семья кажется тебе странной. Пожалуй. Мы всегда... И во всем вместе. Теперь ты часть этого, понимаешь? Да. Думаю, ты будешь отличным отцом. Правда. Спасибо. Ужин. Сегодня прибывает домик. И это радостное событие. Ага. Ай, вот погрузка. Прикольно. У нас есть каркас маленького домика. Его устанавливают. Ну и все, на подпорки поставил, да. На блоки. Все выравнивают. Красиво смотрится. Что скажешь? Короче, так вот, типа, не заморачиваться. Бац, 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 кирпичики поставил. А, то есть вот это весь дом. Здесь будет туалет, здесь раковина. Здесь можно будет вешать одежду. А холодильник сюда? Да, точно. Классно. Мне нравится. Остается все делать и переехать. Мама пооплачивает врачебные счета. Но мы подали заявку на программу медицинской помощи. И теперь будем ждать и надеяться, что ее одобрят. Типа, когда нет возможности оплатить? И мама продолжает писать мне. Это становится невыносимым. Видимо, мне придется ее заблокировать. Я знаю, что она не нужна мне и моей семье, но... Все это огорчает. Чувствуется крутая, чем в первых сезонах. Теперь меня и Кристиан обеспокоят одно. Будет ли все закончено до того, как родится ребенок? То есть вы хотите весь ребенок закончить за две недели? Но мы немного нервничаем, особенно с тех пор, как Кристиан бросил работу, чтобы быть дома, когда родится Камила. Я думала, что он чаще будет рядом, чтобы работать в доме. Но эту неделю он проводит с друзьями и совсем не помогает. Кристиана нужно подталкивать. Он не берет на себя инициативу. Если сказать ему, что сделать и как, он возьмется и сделает. Но ждать, что он сам встанет и что-то сделает, бессмысленно. Умеешь пользоваться дрелью? Учили этому? Давай. Видишь, как потом эти двое будут вместе работать? Черт. Что по-твоему будет, когда вы двое начнете здесь жить? Видимо, нам понадобится больше терпения друг с другом. Ей понадобится больше терпения. Хватит тыкать пальцем. Это дело взаимное. Мне бессмысленно пытаться что-то изменить. Правда? Да, потому что он будет продолжать делать все по-своему. Кто-то должен сделать первый шаг. Послушай, кроватка все еще там. Мы собирались забрать ее две недели назад. Он хотел помочь мне. И она все еще там. Он не делает то, что нужно, потому что ему хочется проводить время с друзьями. Дело вот в чем. То, что вы вместе, не означает, что вы должны постоянно все время помогать друг другу. Иначе вы будете все больше и больше ругаться, потому что у вас не будет времени отдыхать друг от друга. Но ты знаешь, что тебе нужно делать. Я говорю не о ней и ребенке. Я говорю о тебе. Я хочу, чтобы ты понял, что вы оба так или иначе будете родителями этого младенца. Мне че-то не хочется напоминать вам об этом. Я хочу одного. Чтобы все вы были счастливы, черт возьми. Вы не должны ссориться по любому дурацкому поводу. Вам нужно сесть и поговорить, как бы вы ни были злы друг на друга, и как бы вам ни не хотелось это делать. Иначе вы будете продолжать ругаться, и в конце концов просто возненавидите друг друга. Батя психолог. И что дальше? Печально, что мы с Кристианом не ладим, но сегодня утром у меня внезапно начались схватки, и кажется, у меня отошли воды. Порядок? Да. До срока еще две недели. Но как бы то ни было, мы едем в больницу, потому что, кажется, у меня преждевременные роды. Ну, давайте. У нас вот-вот начнутся роды. Не поднимай ногу. Ноги сводит судорогой. Я не хочу, чтобы ребенок выскочил в мою машину. Я обязательно платил деньги, да? Нет, больнички у них такие симпотные. Насударственные, вот эти вот. Вот за это ты и платишь эти медицинские взносы, страховки. Это произошло так быстро. Не сказали, насколько расширено? Настолько, что ребенок может выйти. Понятно. Люблю тебя. Ты готова? Вроде бы. У меня не получится. Ну что, детка, сниму с тебя одеяло. Мы не будем тужиться долго. Дыши глубоко. Так. Раз, два, три, четыре, давай. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дыши глубже. Давай. Дадим тебе еще кусочек льда. Это он ее смачивает, да? А, там лед. Давай. Еще. Девчонки, а зачем лед? Давай. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Легче было рожать? Дыши глубже, милая. Она почти вышла. Больно. Можешь кричать, если хочешь. Это с гоу-прошкой стоит, как будто так снимают. Все получится, детка, все получится. Все в порядке. Давай еще раз. Давай, милая. Тушься, тушься. Хочешь взглянуть? Ее головка вышла. Боже. Все в порядке. Все ради бога. Вот она. Отлично, умница. Ух ты, она такая спокойненькая, более-менее, рожала. Он так показали, по крайней мере. Все хорошо, ты молодец. Какой трогательный момент. Умница, умница. Прекрасно. Она справилась. Кристиан, хочешь перерезать пуповину? Нет. Вот твоя мама. Что скажешь, Мэдисон? Как мило. Она родилась. Это было какое-то безумие. Все произошло так быстро. Я не успела подумать о том, что происходит. Она реально быстро родила Витя. Она похожа на тебя. Она плачет. Все в соплях. Кристиан и папа очень помогли мне. Они сидели там, успокаивали меня. Папа был здесь, смотрел туда. Я не могу все это видеть. То, что там происходит. У Кристиана текли слезы. Я не плачу. Что у вас попало? Вряд ли я бы сделала это без них. Эта девочка – ваша новая жизнь. Короче, ей поддержка помогла. 2 900. Нормально по весу. С учетом того, что чуть-чуть еще есть ребенок Это Камила Это ее первый день жизни Она родилась вчера в 8.47 вечера Папа, хочешь подержать? Она очень красивый ребенок Довольно легко узнать, что ей нравится Она излишне драматична, как и я Да, точно Мы вернемся домой, во всем разберемся и снова начнем делать дом А дом все-таки не закончил, я думал, ты за две недели Да, я совершенно об этом забыла Я не особо буду заморачиваться То есть стены, рипсокартоном зашили Технику поставили, кровать Все, мы живем Ну, унитаз там, да, еще Хочу, чтобы ты знала Ты не вздумай ревновать Я люблю ее больше Понятно Такой ты, батя, себе ляпнул Как только мы приехали домой Напряжение начало спадать Теперь ссоры кажутся невозможными Я счастлива ощущать себя матерью Сейчас 5.18 утра С тех пор, как она родилась, я почти не спала Соплиотсос? Я надеялась, что Кристиан будет подменять меня Но он делает это только, когда я прошу Так что в основном, все на моих плечах Сейчас нам очень тяжело Мы надеялись, что к рождению Камилы мой домик будет сделан А у Кристиана появится работа где-то неподалеку А он не работает еще? Но он еще в поисках, и строительство никак не закончится К тому же появился какой-то жуткий вирус, который распространяется по всей стране Где Кристиан? Это не про корону? Возможно, прячется Сейчас на него многое навалилось Теперь это реальность Он счастлив, но боится Да Что ты, малышка? Так нужно, чтобы домик поскорее закончили Дэвид очень старается Он хочет, чтобы у вас был свой дом Он вам нужен Шокобит появился в конце 19-го Ник должен закончить ванную, если уже не закончил Потом шлифовка, электричество Ну да, если так подумать, то тогда получается вообще первая сезонка Мы смотрели 2006-2008 год То здесь уже, извините, 2020 Это прям такой свежачок-свежачок Он сделает это рано утром или поздно вечером Не могу понять, почему в Уолмарте и в других местах не найти хороший антисептик Да Когда я рожала, врачи как раз говорили о коронавирусе Я мало что запомнила А они что-нибудь делали? Как-то проверили тебя, когда привезли в больницу? Насколько я знаю, первая вспышка была здесь, в Арканзасе Вчера Боже А первая вспышка, надеюсь, в Америке, типа, аля, да? Губернатор штата, Эйсэ Хатчинсон, объявил чрезвычайное положение после того, как был предположительно зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Последние 48 часов наблюдается ураган Вскоре после того, как они привезли домой, из-за ковида-19 перестали делать шоу И тогда мы решили снимать шоу сами Мэдисон, папа и Кристиан Думаю, мы готовы начать Мы не закончили дом, и напряжение явно растет Сейчас 7 утра Кто-то хочет спать Да Это какой-то ужас Я люблю проводить время с Камилой, но забота о ребенке – это тяжелый труд, а Кристиан не помогает Не хочешь сменить пеленки? Их нужно сменить Почему ты не разговариваешь? Обиделся Вчера утром я просто не смогла сдержаться Ребенок хотел есть Я разбудила Кристиана, чтобы он подержал ее, а я смогла сделать смесь И он обозвал меня идиоткой За то, что я его разбудила И тогда я сказала, чуть слышно, лучше прекрати Он сказал, ты ведешь себя так, как будто я не знаю, что у нее есть только мы с тобой А потом сказал, что уйдет Он был поражен, когда я сказала, да, тебе лучше уйти Все произошло так быстро Пусть лучше у нее будет только мать, чем в придачу такой отец Понятно Прошла любовь, загяли помидоры После нашей ссоры мы перестали общаться, и Кристиан переехал к другу Из-за коронавируса я не захотела возить Камилу туда Поэтому согласилась позволить ему видеть ее и общаться с ней только в машине Что ты испытываешь? Самые разные чувства Я хочу быть с тобой Воспитывать Камилу Помогать Но мне не нравится то, что ты считаешь, что я делаю недостаточно А ты делаешь все Но Когда тебя постоянно просят что-то делать Сделай то, сделай это, сделай то, сделай это Постоянно И я чувствую себя Постоянно, потому что приходится просить тебя 30 минут, чтобы ты хотя бы встал Все время спрашиваю, ты это сделаешь, ты это сделаешь И в конце концов делаю все сама Короче, хэппи-энда в любви Увы, нет Я не хочу, чтобы она росла и видела, как мы ссоримся Я этого не допущу И вот так вот становятся мамами-одиночками Я уже знаю твои парни Либо потом с другим мужиком Я могу видеть ребенка только при тебе Я не считаю это совместным воспитанием Да Ты видишь ее И это совместное воспитание Я из добрых побуждений сажаю тебя в машину, общаюсь, посылаю фотографии Это совместное воспитание Я не стерва Если хочешь, я могу ей стать, но я не стерва А вначале было-ка все хорошо Любовь, мы спим, я беременна и все Мы с Кристианом расстались на несколько недель Коронавирус в Арканзасе набирает обороты Папа и Дэвид заканчивают домик, чтобы мы с Камилой могли жить там отдельно Кто-то хочет спать Я позволяю Кристиану увидеть Камилу Мы общаемся Но мне очень тяжело жить, осознавая, что наши отношения сходят на нет Сколько прошло с тех пор, как вы с Кристианом расстались? Три-четыре недели По факту почти месяц города Я не знаю, что делать Мы были вместе этот месяц, как три года У нас ребенок, очень непросто отбросить три года Хотя не все три года были хорошими У меня было так с твоей мамой И не раз Поэтому я говорю тебе, хватит Пусть он ее отец, это ни черта не значит Я знаю, он любит ее Но он не тот отец, который ей нужен И Она достойна хорошего отца Я дала ему понять, каким именно я хочу его видеть Будь хотя бы наполовину, как мой отец Его это взбесило Я хочу, чтобы он изменился Я очень этого хочу Да, но дело в том, что ты можешь изменить только себя Ты должна воспитать дочь А если ты будешь прыгать с ним туда-сюда, ты навредишь ей и себе Именно так я и сказала ему Я не хочу, чтобы она росла и видела, как ты ко мне относишься И считала, что это нормально Что именно такими должны быть отношения Но это ужасные отношения Ты увязнешь в этих отношениях, потому что настроила себя на это Тебе нужно просто уйти Отбросить все Быть собой Вот и все Я не знаю, мне 16, у меня ребенок Я не хочу, чтобы у нее был отчим Если я кому-нибудь понадоблюсь, 16-летняя с ребенком Тут уже как получится Нет ничего дурного в том, что ты одна Это поможет тебе понять, кто ты Бывают многие отчимы даже намного лучше, чем а-ля биологические отцы Тут главное человеком быть Я так хотела, чтобы эти отношения сложились Я любила его Все было прекрасно Будем ли мы снова вместе или нет Вот тут нужно думать, с кем спишь Все равно я благодарна за это Чтоб потом у такого не было А когда уже точно понимаешь, что твой, ну точно в нашей жизни Сегодня я переедаю Ничего не бывает, но Я рада этому Я готова жить самостоятельно Время прошло, проверочка вся Собственная кухня, собственная ванна Мне кажется, я в большей степени Симпатично так Буду с собой Я горжусь папой, он столько сделал для меня И для ребенка Я благодарна ему Эдисон явно Начала взрослеть У меня есть что-то вроде девиза Никто никому не нужен Но Я надеюсь, что когда-нибудь моя дочь найдет человека, который окрылит ее Я знаю, что ей будет нелегко Я буду рядом Если ей захочется с кем-то поговорить Поплакать на плече Я всегда помогу Наполняет, вот кровать Такой вроде небольшой домик, а бац-бац обустроили как Что касается Кристиана Мы будем в жизни друг друга, пока Камила, по крайней мере, не повзрослеет Это непросто, но Думаю, мы сумеем как-то с этим разобраться А, они типа обидятся, да? До тех пор, как родилась Камила, мама несколько раз написала мне Но я не стала отвечать, потому что это чревато проблемами Она умеет их создавать Я горжусь собой Я повзрослела В детстве я не думала о том, что стану мамой Не думала, что стану хорошей мамой, потому что Не знала, что это такое Но Кажется, у меня это неплохо получается Вероятно, я куда лучше, чем думала Все Вот мы подошли к концу Ну, такой вот у нас получился выпуск Ну, слушайте, мне понравилось То есть вообще качество, съемка, сюжет По-другому все снято, как это было в первых сезонах С радостью прочитаю ваши комментарии Ваше мнение Я думаю, что мы с радостью увидимся уже в новых выпусках А вы были на моем лайв-канале Проверьте подписку, чтобы не пропускать новые выпуски Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok